Кофе в Венеции Кто любит кофе так как я? Ребята, чтобы у вас все такие утра были как это сегодняшнее у нас Кофе в Венеции На площадке? Да, там это часы старинные, там вообще раньше жил смотритель этих часов Там прямо его квартирка была А потом они упразднили эту должность Но по-прежнему есть один человек, у него есть должность Который следит за этими частями Невозможно приехать в Венеции и не прийти во Флориан Далеко Какой хороший кофе Вот все утро начинается, да? Вот они везут пележки свои Не, на самом деле, вчерашнее наше желание Мы хотели сюда приехать рано, утром в 7 утра Мечта такая была Побувать, выпить кофе на Сан-Марко И кого нету только мы в 7 утра Как прекрасно Какие утро Это я понимаю Это настроение Класс Утренняя чашка кофе с музыкой Да, да Какие музыканты вообще Все-таки умеют итальянцы создать ощущение праздника Сегодня просто среда Обычный день 9 сентября И кроме этой погоды Этого неба голубого Еще умеют они Створить кофе так Что ты вытал кофе И у тебя прилив сил и радости Но при этом вот так вот И музыка И какая-то атмосфера невероятная Вот именно Дольчевита Удовольствие от жизни Удовольствие от жизни Оисты Удовольствие от жизни И все-таки Иriverror ПЕСНЯ Закрыли нас всех под замком и перестали летать самолеты и так далее. Мы как раз, это была наша последняя пакетка, именно в этот прекрасный город. И сюда же мы и вернулись, когда мы разрешили лететь. Этой же компанией. А мы прилетели в Венецию. В Венсказка. Какой у нас хороший повод. Какой у нас хороший повод. Знаете, я была на фестиваль кинотавра. Там, конечно, совсем другая атмосфера. Потому что, во-первых, ты многих знаешь. И там какая-то такая прямо общение очень интенсивное. Там Канский фестиваль. На Канском фестивале все бесконечные какие-то встречи, деловые разговоры, переговоры. Прокатчики, промоутеры. Нетворкинг. Да, все работают все время. То есть, там даже ты идешь в кофе с круассаном, ты обязательно видишь, как люди сидят и обсуждают там или будущее фильмы, или продажи того фильма, который в программе на фестивале. То есть, сам по себе, конечно, он торжественный очень. И, конечно, все-таки красивый. Здесь, то ли от того, что Венеция такая сама по себе магическая, то ли от того, что действительно он первый фестиваль вообще, который когда-либо был задуман, фестиваль кино, какое-то ощущение есть уюта и легкой небрежности. То есть, вот какого-то такого чуть-чуть, я не знаю, какой-то расслабленности. Нет вот этого напряжения, которое, например, я в Канах ощущала. Или этого такого безумия, который лично я, вот я была пару раз на Кинотавре, мне кажется, это всегда какой-то, ты помнишь, когда мы были с глянцем там, боже, мне кажется, мы даже вообще спать не ложились. И вот это вот продолжение, потому что фестиваль проходит на Лиду, Лиду немножко другой. Он не такой, конечно, роскошный, как Венеция, но вот ты приходишь, это все равно какое-то продолжение вот этой магии. Магии кино, серьезно. Они, конечно, лучшее место для фестиваля придумать не могли, клянусь. Да. Самое магическое из искусствий проходит в самом магическом городе на свете. И после этого мы думаем, почему Венеция – магия. Как это передать словами? И даже с помощью видео. Нет, видео невозможно. Наверное, правда. Великие писатели, больше, чем даже импатографисты, могли это описать словами. Комингуэй, смерть Венеции, то есть какие-то переживания связанные с этим городом, на полках, фиджераль, ну и так далее. Родство. Да, в городе тут как будто бы родное такое, реально. Такая странная история. Он вот так присвоил, как, мне кажется, ни одному другому художнику не удалось. Но тем не менее, этот горизонт и эта дымка нет ни одного современного здания перед тобой. Такое ощущение, что ты действительно путешествуешь во времени, по-настоящему. Время не то, что остановилось, нет, не остановилось, она живет. Но тем не менее, все равно какая-то есть абсолютная медитация. Вот ты находишься в вечности. Ты сопричастен в вечности. Видите, что же такое? У меня что-то с цветочными магазинами, у меня какая-то, я не знаю, что-то связанное, я не могу. Покупать цветы, я не хочу. Себе нет. Нет, нет, во-первых, я люблю дарить, вот, серьезно, я бы, вот, если сейчас был какой-то повод кому-то подарить, это прям вообще, но самые красивые цветочные магазины, которые я в своей жизни видела, это в Париже. Ты просто абсолютно находишься, как в какой-то галерее искусства. Каждый букет так собран, вообще, флористы, как это умеют делать французы, я больше нигде не видела. Да, вообще, я вообще согласна. То есть, итальянцы так не делали? Нет, так не делали. Хотя, хотя, казалось бы, да, итальянцы так разбираются в моде, итальянцы так разбираются, они создают это все. Вообще, искусство, вот посмотришь. Но цветы лучше французы делать. Букеты французы делают, да? Серьезно, абсолютно. Самые красивые цветы, которые я видел в своей жизни, это во Франции. Как они это? У меня вообще эстетика, арт-де-вилла, вот никуда от этого не деться, вот это они умеют все. Смотри, это же дерево на улице, ну как это лучше? А мимоза? Ой, как пахнет! Да, красота? Ой, очень красиво. А вот, кстати, вот это любопытно, почему я очень люблю цветы. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые вообще срезанные цветы не выносят, говорят, это как мертвичина и так далее. Разве есть к этому отношения? Я просто, у меня сердце тает сразу. Вообще, почему женщинам так нравятся цветы? Мне нравятся цветы, я честно говорю. Мне какое-то время, я казалось, хотелось бы быть такой продвинутой, интеллектуальной. И говорить, что цветы вообще такая, такая помещанская венша, которая не может, какая-то в радость. Самое главное, внимание, оно не обязательно должно проявляться с букетами. А сейчас мне приятно, когда я получаю цветы, особенно если я получаю их за дело. Если я получаю костю спектакля, или если я получаю, там ко мне гости приходят люди, приносят букет цветов, и это очень приятно. Мне очень приятно, когда в доме цветы стоят. Они действительно оживляют такую, как бы создают ощущение не только уюта, но и немножко такой приподнятого сети какой-то в доме. Это приятно. Праздник, маленький праздник. Позавчера утром перед премьерой принесли этот огромный букет. Ну все, беру все свои слова по рекомендации в праздник. Какие красивые цветов, как в премьере. Какие-то вообще, не зимние. А какие пахнут вообще? Я такие красивые цветов, но там не было какого-то букета, они одни и те же цветы, но это такое было. Нет, подожди, на твой день рождения, кстати, я помню, вот здесь в Венеции, сколько было красивых букетов. Да, поэтому да. Сама себе попал от цветы. Ну я не могу сказать, что сама себе, но в дом я покупала, чтобы домой приятно. А, в дом, конечно, в дом регулярно. Мне кажется, просто это вот такое тоже желание. Вот это ведь, как говорит Андрей Сергеевич, основной инстинкт. Основной инстинкт, в принципе, у человека, не только у женщины, бить гнездо и делать свой дом защищенным, уютным, так, чтобы тебе там было хорошо. Вот это основной инстинкт. Все по перышку, по веточке приносить туда. И вот цветы, наверное, тоже служат вот этому, реализации основного инстинкта. Когда мы были в Венеции, жили, и вот там приглашали домой, и потом вдруг бах, Нина Фош, приехала такая актриса, пришла в гости. На следующий день бах, присылают цветы. Или там был, у Андрея Сергеевича такой был прекрасный агент, Мартин Баум. И вот он пришел тоже, ну, как бы, у нас в гости на обед, на следующий раз присылают бутылку шампанского. С письмом от руки написано, спасибо большое, это был прекрасный вечер. Это такая культура, в которой, на самом деле, это даже дело же не в конкретном, в каком-то, что тебе послали. Просто открытка, или даже вот смс-ка. Вот эта обратная связь, это то, что я считаю вообще, вообще, на самом деле, самый ключ к успешным отношениям и рабочим, и личным, обратная связь. Когда ты сделала, ну, как бы, ты все равно сделала усилие, пригласила людей, и люди это ценят, и в ответ тебе благодарят. Это очень, вообще, это правда. А, это же мой театр. Мой. Ну, вообще, в этом театре. О, у меня сердце забилось. Чайку мы играли, Вишневый сад мы играли. И даст Бог, планируем, что мы будем здесь играть сцены с мужской жизнью. Скоро. Через, да, через сезон. Ильчардин, ильчиленчин. Вишневый сад. Здесь, в театре Гальдони. Люблю я Кямел очень. Все-таки, вот, Кямел, да, Граблю, где вот это, очень это благородие всегда, очень красиво. Ты помнишь, да, эту историю, это правда, правда. Изабелла расселение говорила. Они жили очень скромно, когда Ингрид Бердман уехала и вышла замуж за аборта расселения. Ну, скромно, не жили, не так много денег было. И забрала, говорила, что у нас... Нам покупали пальто не каждый год. Иногда уже были такие короткие рукава, и все. Но это всегда была Макс Мара, Кашемир, циферблюжьего цвета. Какие-то дивы. Господи, смешные игроки. В трусах или без? Ну, не знаю. В. Не, не видно. Все видно. Ой, Господи, это снимем. Класс, я не снимаю. Вот это фестиваль. Слушай, у меня как Березков. Она такая. А кто это? Почему она такая красивая? Чего это? Это очень... Стой, ну, когда мы такое... Нет, это часть праздника. Обязательно такое должно быть. Вот она возвращается. Смотри. Это часть праздника возвращается. Все уж. Все. Все, поехала обратно. Да, пофоткалась и поехала обратно. Уважение. Женщина в такой физической форме, чтобы это так идеально сидело, такого вида платье голое, ну, это как бы серьезные усилия. Не только генетики, но и работа над собой. Я уважаю, во-первых. Во-вторых, все-таки есть такая определенная какая-то свобода. Я бы не смогла. Даже если... Даже когда мне кажется, что я в очень хорошей форме, я бы не смогла... Ну, она голая идет при всем существом народе. Ну, смешно. Ну, нет, ну, почему смешно? Ну, ладно, Надь. Ну, не, правда. Ну, как сказать, ну, понимаешь, женственность требует манифестацию некоторых, ну, всех. Ну, как бы, действительно, ну, женщина хочет... Ну, ей, видно, мало в жизни, вот просто, когда просыпается утром, у нее мало этого ощущения себя в центре вселенной. Не, ну, если бы у нее были хотя бы шорты, понимаешь, такие... Ну, вкусы не очень, конечно, но там все стринги, да. Ну, а так вот стринги, ну, как все это странно. Стринги круглые, ну, попа круглая, красивая. Ну, а что? Не, мы не завидуем. Я не завидую. Я тоже не завидую. Это, кстати, странно, я не завидую. Я понимаю, что это очень хорошая форма, более того, вот такая генетика, которая, например, мне снилась. Вот эта вот, ну, вот эта фигура, талия, все это, все-таки, как бы я ни занималась, я никогда таких результатов не достигнула. И когда она моложе, лучше, кажется, была тоже, не было таких результатов. Это я про себя. Ну, я почему-то не завидую. А почему мы не завидуем? Потому что нам смешно. Смешно, потому что это не Рио-де-Жанейро. Вот только хотел сказать, что я такое видел в Рио-де-Жанейро фестиваль. Понимаете? Ну, я пытаюсь, нет, я пытаюсь серьезно оправдать, типа, нет, серьезно, я пытаюсь стать на точку зрения. Может быть, действительно, люди все немножко сошли с ума от этой пандемии, когда всех заперли. Просто я в Венеции тоже такого никогда не видела. Ну, я такого и в Канах не видела никогда. Вообще-то, на фильм-фестивале. Но другая эра началась, эра блогеров. Ну, да. Знаешь, мне кажется, что актриса, которая приезжает, ей странно свою попу показывать. Ну, как бы, у нее есть что-то другое. Ну, не думай, что это актриса. Это просто кто-то на фестиваль очень захотел прийти. Хочешь стать актрисой. Ну... Это никогда не... Ну, какие мы злые, да ну... Я сейчас пытаюсь-то вывести. Почему? Нет, это очень хороший аргумент, что это не Рио-де-Жанейро. Я согласна. Очень хороший аргумент. Все просто, ради бога. Я согласна. Правильно. Уместность. Уместность, это очень важно. Уместность. Что я хочу сказать? Да, спасибо. Завтра нам придется идти на церемонию. Да ладно! Извините за опоздание, но это был важный разговор. Нам завтра придется идти на церемонию. Ура! Уже хорошо! Ура! Мы придем. Я так и сказала. У меня есть костюм, его выкулить надо. Я так и сказала. Спасибо. Не жуя ничего. Ти волйо бене. Ти волйо бене, са. Ма танто танто, до мани. Ну, вот теперь вечером решаем. Давайте. Я... Вот у нас есть женская часть, которая тут ресторан, где были дикие танцы. Я как и у меня есть. Ты куда-то, куда-то позавчера. Не куда-то. Нет, внутри. Мне кажется, вам не хватало премии. За что дали? Это всего три, оказывается, давали 5 фундационные. Это очень известная местная организация, которая занимается хранением культуры. У них было всего три премии. Далее три. Самая наша, это номинация Лаворы. Там синдикаты в области культуры. Это значит наша премия. Еще была премия, потому что все славянам ушло. Еще была премия в номинации Амгенте. Получил китобой русский фильм, который вне конкурса Юрьева. И номинацию, которую самую главную премию взял фильм о Шумовске, Мугажатте. Какой? Мугажатте-Шумовске. То есть это не полуэтральное, это официальная премия фестиваля с этого года. Каждый раз у меня это поют. Это вот как раз та самая кефаль. И viene обмената с рапа чёджа, что это роза, рапа роса и тартаро рапа жарла. Значит, кроме этой рыбы здесь еще несколько видов редиски. И сверху еще немножко, как это травка, он сказал? Я только даже не знаю. Не, не, травка знаменитая. А, герань. Герань, герань очень такая нежная. И какая-то высушенная хрень еще. Картошка, картошка. Нет, морковка. Высушенная морковка, да. Господи, это что странное очень. Герань тоже так. Да, она очень вкусная. Пожалуй, сегодня у нас только герань дома есть. И спекла, и спекла, и редиска тоже. Да. Господа. Мы рекомендую, exceed. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok